это у вас вот такое подвальное помещение наш дом без управлять вы ничьи то есть вызывайте платно было короткое замыкание крыша течет трубы постоянно прорывает дом проблем не зачем нам врать все будет упираться в денежки вам остается только собрать деньги заплатить им программа 42 12 мы приехали в квартал крылатская в селе тополева позвали нас на помощь жители дома номер 22 мы сейчас пойдем к ним на встречу пока будем идти к людям покажем вам этот район здесь малоэтажные дома вот этот дом мы кстати снимали здесь проблема была из канализации из кровлей вообще райончик ничего такой ты вы видел сколько вокруг тебя мошки ну все можем работать вы начинайте тогда ну главная проблема то что не только управляющей компании то есть нет управляющей компании зимой снег чистим сами траву вот как видите то есть по возможности сами крыши течет латки сделать нас комнате течет то есть это сами кровля вся в латках там буквально дом когда был ведь этого года двенадцатого года это у вас вот такое подвальное помещение это не подвально помещение то есть это под домом вот все трубы которые идут квартиры так вы же на земле стоите так вот и что мы речь что первый этаж и то есть это холодно то есть увидите никакого утепления в грязь глина земля там что все стоит в воде получается все в воде зимой это все замерзает то есть естественно все все трубы в воде во льду что если вот у нас недавно прорывала трубу то есть вон там вон там далеке трубы постоянно прорывает дом корежит зимой вода застывает и дом начинает ходуном ходить это постоянно течет то есть как сделали они так и текут чтоб не перемерзали трубы в подвале у нас проложен кабель греющий то есть этот кабель год назад чуть не спалил дом грубо говоря то есть было короткое замыкание вода это тоже отдельная история то есть плохая вода вода моб тополевская говорит мы подаем хорошую воду то что вас плохая это не важно не наши проблемы то есть то есть мы звонили он говорит вы ничьи то есть вызывайте платно тут изначально то есть никого не было не управляющий то есть как с дантом про жильцы сами пытались добиться чтобы тополевская управляющей компании то есть приняли на себя но все отказываются так как жильцов мало 15 квартир зачем это все брать на себя столько проблем за 9 лет то есть уже можно было так так копить и что-то делать не оборачивайтесь вот тот мужчина сзади в синей рубашке вот он почему-то внимательно следит за сегодняшней съемкой пойдем не устроим ладно а как его зовут вы не знаете кстати симпатичненько да тут а вы с какого дома вот где симпатичный не симпатичненько как вас зовут меня игорь может быть у вас есть какое-то вот свое мнение у меня есть свое мнение всю эту ситуацию я наблюдаю с 2012 года с самого начала самое когда вот эти дома еще строились осталось столько здесь недоделок народу мало люди просто не вытянуть эту сумму вот это самый маленький получается самый самый маленький дом и самый маленький многоквартирный дом самом худшем состоянии он на практике все будет упираться в денежки 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 за вывоз мусора за свет там за водоснабжение вы платите напрямую поставщикам услуг да давайте спросим представителя управления госконтроля лицензирования что сейчас можем вот сказать на данный момент обращаясь управляющую компанию вы должны сразу предполагать что управляющая компания вам предложит свои услуги за адекватную оплату то есть соответственно управляющая компания выходит смотрит какие работы нужно произвести сколько будет стоить содержание и выставляет вам предложение второй вариант я собственно не вижу проблем с реализацией способа управления такой как непосредственно действительно у вас небольшой дом под категорию непосредственного управления вы попадаете вопрос том что нужно определиться кто будет главным вашем доме он будет сидеть на зарплате грубо говоря это не зарплата будет это будет вознаграждение заказываемой услуги это допустимо я думаю что затрат будет гораздо меньше вы определите объем работ который нужно выполнить первое очередное найдете организацию стороннюю которая вам все это посчитает дверь подъезда жильцы устанавливали сами и ремонт внутри тоже сами делали все сами но кстати симпатичные мы уверены что вам нужна управляющая компания потому что вы в принципе и без нее молодцы может быть какое-то содействие за давайте так мы проведем беседу с двумя управляющими компаниями они посчитают затраты по этому дому и предложат вам эти затраты вот тут вам придется выбирать и у вас должно быть принято два решения первое выбор управляющей организации и второе утверждение размер оплаты и платеж 50 процентов этого дома будет заметен очень сильно это не девятиэтажка поэтому жильцы должны понимать что работа будет выполняться в объеме в том котором были оплачены давайте пока на этом посмотрим что там на как откликнуться управляйки до что решат что решат жильцы давайте заканчивать уже эта программа 42 12 пишите звоните нам присылайте свои фото и видео на ватсап подписывайтесь на нашу страницу в инстаграм